Здравствуйте! Кто из представителей живой природы – идеальный друг? Жители Мордовии большинством голосов решили – это собаки. Только они могут быть верным другом человека как дома на диване, так и на работе, например, в полиции. О служебных собаках давайте поговорим с сотрудниками Республиканской кинологической службы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ротвеллер – ей побольше уже, она постарше будет, с ней занимаемся уже гораздо больше. Она уже работает и на выездах, не раз выручала, скажем так. А молодая немецкая, она, скажем так, все занимаемся, только начинаем с ней. Ну, в целом, как-то так. А домашние собаки, они у меня как бы, ну, чисто домашние, скажем так, они не для службы. Там у меня одна смесь немецкая и питбуль. Она уже старая, правда, к сожалению. А вторая – смесь восточной и обычной дворняги. Ну, тоже люблю. Ну, как-то так. Ну, третья – она маленькая, она дворняга. Но она хитрее всех и умнее будет, мне кажется. Служебная, вот, которая отверстия сейчас бегала, это Зарита Зара, Гелькина дочь. Но мы ее называем Зарой. Потому что не каждый запомнит это. А вторая – Кира просто. Немецкая черта какая-то. Ну, а домашние там – октав... ой, октав... Рекс один, потом Малыш и Байт. А чем отличаются домашние собаки от служебных? Служебная собака, она служебная, она должна работать. Чисто по службе. А домашние – ну, разгульные собаки, как бы, они для службы вообще никак не пригодны. Служебные собаки должны быть определенной породы для определенных целей. У нас в питомнике, вот, грубо говоря, есть Ротвеллер, она единственная осталась. Есть немецкие орчарки, есть лабрадоры, их тоже парочка. Есть, вот, Кошерский фокс-терьер маленьких собачек. Резеншнауцер еще есть. Они все хорошие собаки. Но Ротвеллер – она более степенная, более спокойная собака. Она работает чисто по своему нюху. Она работает по спецзапаху, это взрывчатые вещества, взрывные устройства. Эксоген, тротил, эксоген. Стадион – это же Мордовия-арена. Эти же театры всякие. Перед каждым концертом, грубо говоря, мы выезжаем, обследуем на предмет обнаружения этих взрывных веществ. Каждой служебной собаке есть свой подход. Ротвеллер – она сама по себе собака с характером. К ней надо походить с определенным подходом. А немецкие – они маленько попроще будут. Каждой собаке можно подойти и найти свой подход. Тренировки в основном у нас ежедневно проводятся. Но Ротвеллер – два раза в неделю ей достаточно будет. Потому что она собака такая. Запоминает хорошо, скажем так. Каждая собака – она либо пищевик, либо аппортировщик. Вот Зара, которая сейчас была, она и пищевик, и аппортировщик. Она все вместе. Она и поиграться любит, но любит и покушать. А Кира, вот у меня вторая молоденькая, она любит больше покушать. Она на игрушки особо не реагирует. И как бы работать приходится чисто на корм. Данная собака на данный момент проходит социализацию. Это то есть привыкание к городу, к окружающей среде, к посторонним людям, предметам. Ну, также занимаемся посадкой, высадкой в автомобиль. Некоторые собаки просто боятся этого. Ну, это вроде уже как бы нормально с этим. В помещение постороннее заходим. Некоторые собаки боятся машины, но не все, скажем так. Данная собака уже, ну, наведалась машина, скажем так. Также занимаемся послушанием. Это команда сидеть, лежать, рядом движение. Выдержка, в первую очередь. Ну, это самое основное, мне кажется, в нашей работе. Собака одна могла находиться. Вот. Сейчас я продемонстрирую некоторые приемы. Это движение рядом, сидеть также. Подход. Кира. Кира. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Кира. Кира. Лежить. 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 Хорошо. Сидеть. Ей даже года еще пока нет, ей 10 месяцев. И заниматься, собственно, только начали. Работать она будет по наркотикам. Собака не должна бояться, в первую очередь, выстрела. Она не должна бояться других собак, людей также. Потому что есть собаки, которые боятся всего. Самое монетарное, темноты. Зайти в помещение какое-то. Но в основном, если выстрел не боится, это уже хорошо. Остальное можно всему научить. Мне кажется, собаку вообще не стоит бояться. Это же лучший друг человек. Не зря говорят. Не, ну, определено собаки, да. Они могут и покусать, и все остальное. Она так же чувствует человек, как и мы, собаку. То есть, если мы собаку, собаки боимся. То собака чувствует, что вы этого боитесь. И она будет нападать на вас. А если собака знает, что вы ее не боитесь, она не будет нападать на вас. Она чует доминанта. В органы я пришел в 2016 году. Это подразделение ППС. Я отработал там недолго. Сначала вроде. Потом меня перевели в кинологи. Экологическое отделение. Там, к сожалению, собакам было мало времени уделено. Но собакам нравилось общаться. И как бы здесь вот предложили сюда перевести, чтобы больше времени проводить собаками. Но я, в принципе, не мог отказаться. Тем более, показали ЗАР. Мы с ней друг друга поняли, что хотим этого оба. Как их можно не любить вообще? Ну, в первую очередь, за преданность. Ну, в какой-то мере от собаки, в данном случае от ЗАР, зависит, скажем так, все. Грубо говоря, если она не найдет определенное вещество, взрывное устройство. Это привезет по черным последствиям. Из каждой породы можно выбрать себе любимую собаку, которая именно подходит к тебе по типу. Но вот ЗАР, она мне сразу понравилась. А другие ротвейдеры есть у меня у знакомых. Но они просто не нравятся мне сами по себе. Они же чуют так же, как и мы. Они чуют бенение сердца твоего. Служебные собаки, они занимаются непосредственно. Ну, я бы сказала так уж, вот если утрировать, то спасанием жизни. Потому что у нас есть собаки в группе розыск, которые занимаются содержанием преступников. Непосредственно кражи, грабежи, убийства. И отдельная отрасль у нас идет, как бы ветви, это группа ВВ и поиск наркотических веществ. Поиск наркотических веществ, это уже само за себя говорит. И группа поиска взрывных устройств. Это тоже вы, как уже видели, у нас есть собаки, которые занимаются, ездят в командировки. То есть собаки, в принципе, у нас здесь все прошедшие, не одну командировку. То есть они все, и у всех у них есть раскрытие. Поиск наркотических средств, тоже собаки ездят в командировку. У них тоже есть раскрытие. То есть эти собаки, они занимаются непосредственно работой. Домашний питомец – это то, что у вас для души. То есть он вас радует, вы его холите, лелеете, спит с вами в кровати и на диване. Наши собаки, так сказать, боевые, они, конечно, вот эту сюсюку некоторые даже не приемлют. Для него хозяин – это все. И были случаи, когда наши собаки спасали своих кинологов, прикрывая их собой. То есть это работа. Конечно, они нуждаются в заботе, что им дает кинолог, но и я, ветеринарный врач, конечно, они нуждаются в оказании первой помощи, и, к сожалению, такое тоже бывает, да, плюс лечение. И самое основное для животных, потому что мы люди с ними контактируем, животные контактируют тоже с нами, да, и есть заболевания, которые передаются как и от нас с ним, так и от них к нам. Поэтому, чтобы не было этого, а мы все-таки выезжаем и в люди везде, мы проводим ряд профилактических мероприятий. Сюда входит вакцинация, ну и обработка, дезинфекция, диротизация. Мы обрабатываем их от клещей, от всяких насекомых, которые, к сожалению, к ним заползают. Наши собаки получают травмы какие? При транспортировке, так как они у нас командировочные, да, всякое бывает в пути, потому что собаку необходимо выгуливать, покормить. Она же не может там двое суток ехать, там, мне кажется, невыгуленные, да, непокормленные. В процессе вот выгуливания и всякое бывает. Мы же едем и в поездах, и автотранспорт, и мы везде. И при запрыгивании, спрыгивании мы едем, к собаке нашей находится в командировках ни по одной, ни по две по голове. Это целые там отряды кинологические. Всякое бывает. Я выбрала профессию просто работать ветеринаром. А в органы я попала, ну, наверное, даже не случайно. Просто так получилось, что здесь была вакансия. И так как я тоже люблю собаку, именно собаку, вот, то с меня эта профессия в свое время прям-прямо прелестила. А сейчас, работая здесь уже за столько лет, они ведь для меня ведь не животные, они для меня как дети, потому что очень многие выращенные здесь, полученные здесь. И, соответственно, даже которых мы закупаем, собак, они поступают в подростковом периоде, их тоже адаптация, вот это все, холине или лене, я, конечно, к ним привыкаешь. И когда приходит время их списывать, прям с болью на сердце с ними мы расстаемся, потому что это наши дети, а у них кроме нас никого нет. Женская ласка и мужская ласка для собаки – это две разные вещи. Женщина, у меня же, и папа вкусненько что-то там даст покормить, и поцелует, и обнимет. А папа-то, как мы называем, кинолог у нас, папа, да, он так, ну и работа, все, он подошел, и все, она уже настроена на работу. А видя меня, они что-то вкусненькое ждут побаловать. То есть немножко разные. Ну, балую, и утром иду, и поглажу, и поговорю. Ну, это работа. А иначе как без души? А как работать? Тогда ничего не получится. Нельзя работать с собакой без души, просто идти сюда за зарплату. Вторым по популярности идеальным питомцем выбрана, конечно, кошка. Удивительное животное. Обычных кошек просто не бывает. В этом уверена наша следующая героиня. Наталья Смирнова подбирает кошек и пристраивает их в семьи. А к нам она пришла с своим любимым питомцем. Кошечку у нас зовут Маздочка. Мазда. Появилась как четыре года назад. Мы всегда обычно в деревню ездим на лето, а осенью уехали. Звонит девочка из деревни и говорит, у вас, говорит, там еще подкидыши. Мы обычно их собираем, потом раздаем. Я говорю, какого окраса? Она говорит, черная есть. Ну и естественно, мы сразу полетели за черной кошкой. Приехали, забрали ее. Братья-ка Лексуса оставили в деревне у бабушки. Он там теперь живет. Ну а Мазда с нами ездит всегда, везде и всюду. И в деревню, и из деревни. То есть она не может без людей вообще никак. Ну, естественно, в городе она у нас ходит на поводке. А в деревне без поводка, самостоятельная. Тихо-тихо-тихо. Ловят мышей, птичек. И всех несет домой. Особенно если утром мы еще не проснулись. Вот летом приносит мышь и кладет ее между нами. Типа хозяева встаем завтракать. Хозяйственная. Не обижает детей вообще никак. Прям-прям-прям. Не знаю. Вот любит ездить в общественном транспорте. Обязательно на свободном сидении. Любит, чтобы все было для нее везде видно. Утром она часов до девяти спит. То есть даже не-не-не. Но уже чтобы до десяти часов ее сводили на улице в туалет. В деревне, само собой, когда хочется, сама ушла, пришла, зашла, ушла. А здесь приходится с четвертого этажа выводить на улицу. На поводке выходим. Делаем свои дела, которые надо. Дерем деревья и идем домой. Но сейчас, правда, зима. Она очень быстро убегает домой. Лапы мерзнуты. И она домой лежит. Я люблю черных. Я прям безумно люблю черных. Из-за этого у меня черные мазутки. Да кто там? Кто? Кого ты там все видишь? А? Может, гулять пойдешь? Гулять пойдешь? Ой, господи. Ну что ты, моя хорошая? Ну все. Доктора изначально сказали, что это полубританка. Кто-то был британский. Потому что у нее и братик похож так на британца. И она вроде бы как... Ну нет. Ну не знаю. Беспородная. Муж у меня, когда мы ее подобрали, он сразу сказал. Говорит, это Техасская Степная. Так и стали ее звать Техасская Степная. Вот кто спросит, а что за порода? Я говорю, Техасская Степная. А котеночка можно? Я говорю, нельзя. Потому что, говорю, мы уже все. Без котеночков. Ну а зачем плодить бездомшей? Была у меня кошка. Я ее взяла у одной бабушки. Котеночком двухнедельным. Блохастым-блохастым. Страшным-страшным. А она оказалась с папой. У нее сибирский кот. Отмыли, отчистили. В 4 месяца, когда мы еще, блядь, доряжили, в 4 месяца она у меня упала с балкона. Даже мой отец ходил искал. Хоть он и не любитель таких животных. Особенно дома. Она, когда дочка родилась, ей было уже, наверное, лет 6 кошки. Она ее нянчила. Она всех своих детей научила в туалеты ходить. Вообще никто никогда не жаловался на котят. А еще мы собираем все подряд. Всех подряд. В общем-то, нам ежегодно по осенью подкидывают вот таких вот красавцев. Прошлый год вообще безумно красивые были. Персикового цвета, два котенка. Приехали в деревню. И на остановке котенок. Маленький, маленький. Бабушки его кормят колбасой. Я говорю, давай, что делать? Он кушать не может. Мы его взяли. Идем к дому. Выбегает еще один. Точно такой же. Ему в другой карман. Это же сама идет. Тепо кармана. Три дня я отпаивала молоко. Потом привезла в Саранск. Нашла хозяев. Сейчас они живут у хозяев. Объявления даю в группе бездомных. В волонтерской группе. Собираем. Собаки редко попадаются. Но попадаются. Иногда в деревне бывают собаки. У нас деревня находится на Нижегородской трассе. Там, естественно, одного кота позапушил. Машину открыли. Из багажника вытащили и выкинули. Прямо возле рук у нашего дома. Ну что? Естественно, подобрали. Нянчи. Собаки, кошки, лисы, декоративный поросенок, нубийские козы, голубь, павлин, хорек и кролики. Удивительно, но дворик с таким разнообразием животных есть в селе Лямберь. Причем все они живут вместе и порой очень забавно общаются между собой. Их хозяйка и героиня первого выпуска программы «Друг» Евгения Султанова улыбается каждый день и делится с нами позитивными кадрами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Холодная зима – испытание для бездомных животных. Проявите милосердие и возьмите хотя бы на передержку кошку или собаку с улицы. Смотрите наши объявления или приходите за другом в городской приют безнадзорных животных. Молли, ласковая и спокойная кошка, ждет в приюте своего заботливого хозяина. Она уже потеряла семью и теплый дом, но не отчаивается, терпеливо ждет, когда ее счастье придет за ней. Ей пять месяцев к лотку приучено, а взгляд любознательный и все понимающий. Приходите знакомиться с Молли. Люся ждет доброго человека. Ей примерно пять-шесть месяцев. Как попала в приют, очень боялась людей. Сейчас немного адаптировалась. Напрасно мяукать, тревожить хозяина не будет. Девочка хоть и маленькая, но самостоятельная. Любит поиграть и вкусно покушать. Где ты, любящий хозяин, который погладит, поиграет и накормит? Гавр – кот, способный восхищать. Большой, мягкий, пушистый и совершенно ручной богатырь. От роду не больше трех лет. Воспитан и обработан в еде непривередлив. Невероятно нежный, ласковый мурлыком, который обожает все виды почесываний и поглаживаний. Приезжайте знакомиться. Пять килограммов счастья ждут вас. Василина ищет дом. Собаку нашли на Химаше. Привезли в приют уже с ошейником. Вы не представляете, какая она ласковая и благодарная. Эта девочка ни на шаг не отходит от человека. Василине шесть месяцев. Активная и жизнерадостная малышка. Обратите внимание на эту красотку. Возможно, именно вы влюбитесь в эти ушки и глазки. И возьмете питомца в свой дом. Зимой так не хватает солнца. Недостаток яркого света и мягких лучей восполнит рыжие и мурчащие деми. Самое время завести такое домашнее солнышко. Золотистый кот, да еще и золотым характером – большая редкость. Он ждет знакомства с семьей, которая будет ценить его красоту и веселый нрав. Демио уже был домашним. Ему так хочется вновь обрести уютный дом. Златка ждет вас в приюте. Скромная и ненавязчивая, она обещает ежедневно удивлять вас многогранностью своего характера. Встречает гостей и трепетно замирает, получая внимание. Искренне радуется прогулкам и играм с человеком. Общение с ней вызывает улыбку. Хочется окружить ее заботой и нежностью. Девочка воспитана и обработана. Ей пять месяцев. Готова стать вашим другом. На этом мы заканчиваем. А мне остается лишь напомнить наши контакты. Звоните нам, пишите, присылайте свои истории. И знакомьте нас со своими питомцами. И помните, совершать добрые дела полезно. Тот, кто кормит голодное животное, в первую очередь питает свою собственную душу. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова